Великие 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 Азии, а проблема с западного Берлина, которому мешает коммунистическая Германия, об атомном домокловом мече, висящем над миром. Он сделал практические шаги по созданию корпуса мира, где юные американцы могли применить свои умения и опыт в интересах мира во всем мире и сотрудничества. Кеннеди встречался с советским лидером Никитой Хрущевым и обсуждал с ним разные проблемы, в том числе возможность объединения усилий в освоении космоса. Однако идея была отвергнута, так как русская программа была технологически более продвинута, чем американская. Мы хотим достичь Луны в этом десятилетии и сделать многое другое не потому, что это легко, а потому, что это трудно, потому что эта цель послужит нашей организованности и приложение всех сил, энергии и умений для свершения ее. Мы должны принять этот вызов, не должны откладывать его решения, и мы победим. Кеннеди поручил своей администрации заняться полетом человека на Луну. Для него это был замечательный проект и способ развития технологий. Когда Кеннеди пришел к власти в 1961 году, он решил санкционировать вторжение на Кубу с целью свержения Фиделя Кастро. Но вторжение в залив свиней обернулось катастрофой. Кастро был разгневан действиями США и призвал на помощь своего союзника СССР. В результате конфликта Совета разместили на Кубе баллистические ракеты средней дальности, всего в 170 километрах от США, и мир оказался на грани ядерной войны. Хотя объединенный комитет начальников штабов настаивал на военных действиях против ракет, Кеннеди боялся, что это спровоцирует Советы на ядерную атаку. Вместо этого он устроил морскую блокаду, чтобы помешать доставке ракет на остров, и публично осудил действия Советов. Усилия Кеннеди по сохранению равновесия в Холодной войне и спасению мира от ядерной войны обернулись его триумфом. Казалось, что впереди президента ждет немало дипломатических успехов. Но все изменилось 22 ноября 1963 года на площади Дилей. Великие. Джон Кеннеди. Часть 2. В июне 1963 года Джон Кеннеди посетил Берлин и осмотрел только что построенную берлинскую стену, разделяющую коммунистический восток и капиталистический запад. Он произнес знаменитую фразу «Ich bin ein Berliner», я Берлинец, и сказал, что эта стена демонстрирует слабость коммунистического режима, который вынужден строить барьеры, чтобы не дать сбежать своим гражданам. Дома Кеннеди столкнулся с сопротивлением тех, кто выступал против предоставления гражданских прав афроамериканцам. Кеннеди послал 400 федеральных маршалов и 3000 солдат в Миссисипи, чтобы позволить записаться в университет первому черному студенту после того, как губернатор Миссисипи отказался гарантировать его безопасность. Это событие породило кровавые бунты, приведшие к смерти 2000 человек и многочисленным ранением маршалов и солдат. Но в следующем году студент Джеймс Нередит был принят в университет. Кеннеди поддержал борьбу за гражданские права и представил Конгрессу в 1963 году акт о гражданских правах, в котором объявлял расовую сегрегацию вне закона и обязал работодателей обеспечить равные права при приеме на работу черным и белым. Однако трагические события помешало проведению закона в этом году. В ноябре 1963 года Джон Кеннеди был в расцвете сил. Общее восхищение харизматическим семейством достигло таких пропорций, что Белый дом стали называть камелот после популярного мюзикла о мифическом короле Артуре и рыцарях круглого стола. 22 ноября президент и первые леди отправились в Даллас, штат Техас, чтобы обеспечить поддержку в штате переизбранию Кеннеди, так как здесь его поддерживала небольшая группа населения. Пара ехала на Линкольн-континенталь выпуска 1961 года в составе кортежа к Далласскому торговому центру через площадь Дэнэй. Примерно в половине первого со стороны склада скольной продукции вылетели пули, которые попали в спину и голову Кеннеди и смертельно ранили его, а также ранили губернатора Техаса. Менее чем через полтора часа было объявлено о смерти президента. По обвинению в убийстве Кеннеди был арестован сторонник Совета Фли Харви Ослольд, но еще до суда он был убит при странных обстоятельствах. Разные углы попадания пуль в этих мужчин и показания свидетелей о том, что стреляли с трех разных мест, привели к возникновению теории заговора. Потенциальными подозреваемыми были глава ФБР Эдгар Гувер, мафия, ЦРУ и недружественные государства. Однако никаких убедительных доказательств этих теорий не было предъявлено. После смерти Кеннеди траур охватил все Соединенные Штаты. Вице-президент Линдон Джонсон был приведен к присяге прямо в самолете ВВС номер один во время сопровождения тела в Вашингтон и стал 36-м президентом США. Джеки Кеннеди сопровождала мужа в самолете в том самом перепачканном кровью малиновом платье, которое было на ней в момент убийства мужа. Покрытый национальным флагом, гроб был выставлен в восточной комнате Белого дома, а затем перевезен в столицу, где должны были состояться государственные похороны. 25 ноября похоронная процессия проследовала по улицам столицы. За ней следили миллионы людей по телевизорам. В этот день его сыну исполнилось три года. И в памяти всех осталась душераздирающая сцена, когда маленький Джон отдавал честь гробу отца, стоя рядом с матерью и сестрой Каролиной. Хотя его правление длилось всего тысячу дней, Джон Кеннеди останется в памяти величайшим президентом Америки. Субтитры создавал DimaTorzok